Внимательно сейчас, ребят, смотрите, куда поедет этот игрок на МХ-12Т, и какую невероятную позицию он покажет уже через несколько минут. Вы просто обалдеете! Вот всё внимание сейчас на экран. Кроме того, ребята, такой ответственности, как в этом бою реально за происходящее, я уверен, что игрок на МХ-12Т, а я во время просмотра этого ролика, ещё, ребята, не испытывал, потому что настолько ответственный момент в этом бою будет перед всей командой, перед своими союзниками, перед самим собой, что это невероятно. Я просто не могу даже подумать, насколько у него колотилось сердце, насколько он волновался, тряслись по теле ладошки. Это было нереально эпично, красиво, всё внимание на экран. Сейчас обалдеете, такого, ребята, за все 10 лет вы ещё не видели. Хотя, ну, 10 лет слишком сильно сказано, но всё равно очень красивый бой. Итак, начинается всё с того, что наш 12Т вместе с немножечко сдвинутым на голову союзным колёсником, который вначале там по нашему АМХ-у зачем-то стрелял абсолютно непонятно нафига, а потом кружил по центру карты, даже не думая, что ему нужно как-то там прятаться. В общем, бешеный игрок, не думающий вообще о том, что у его танка есть ХП, его всё-таки могут как-то покарать. Ладно, хрен с ним, с этим колесом, давайте смотреть, что будет далее. Потому что наш 12Т занял такую известную, блин, позицию. Этот камень, ну, знают все, его уже занимали, ну, почти каждый игрок, наверное. Вот ты смотришь, по-любому был под этим камнем на ЛТ и пытался светить. И все прекрасно знают, что да, камень манит, потому что можно высвечивать вражескую базу. Но с другой стороны находиться здесь нереально опасно. Малейшая ошибка, вы сразу в засвете, все враги сюда сводятся. И вот как мы видим сейчас, 12Тшник наш уже плюхан от Диккер Макса получил. Так что расслаблять булки не стоит. В это время давайте посмотрим хотя бы немножко, что творится вообще на миникарте. Потому что наш Т-34-85 совзводный вроде там какие-то фраги дальше делает. Может, ситуация не такая плохая, как мне кажется. Отстреливаемся по центру, по Диккер Максу, который пытается откатиться. Но наш игрок не настроен давать ему шанс отсюда сваливать. Поэтому сразу же раскидываем барабан и уходим в КД. В это время, наверное, все-таки главная битва наблюдается по флангам. Но один такой момент. Да, вот сейчас посмотрите на миникарту. Ведь наши союзники, они реально дальше находятся, чем враги. Ближе к их базе, чем они к нашей. А счет 6-7. Хотя вот так на первый взгляд кажется, что у нашей команды по карте преимущество. Но опять же, на первой линии там один Япошка стоит. Ой, и все. Если его расколупают вражеские три артиллерии, кстати, которые все еще по-прежнему в бою. Если у нас там одну арту уже коцнули, то во вражеской команде все три коричневых живы. Но немножко радует момент, что КВ-2 у врагов какой-то интересный братан. Во-первых, он, по-моему, не с фугасницей катается классической, а с альтернативным орудием. Во-вторых, он, попав в топ, стоит полностью весь бой на своей базе. На КВ-2. На базе. Ребята, это что вообще, Карл? Как это возможно? Ладно. Ну и понятно, что ЛТшник его постоянно пересвечивает и ему в телевизор накидывают, ну, то есть в башню накидывают полные комплекты снарядов, артиллерия щекочет. В общем, Бред Пантера наша союзная с этим горе КВ-2 заканчивает игру. Счет 7-8 и у нас произошел такой момент, пока мы тут обсуждали КВ-2, мы потеряли японца, ребята. Это был единственный союзник, который держал целый фланг. И сейчас наш совзводный 85-ка, Т-34-85, будет принимать на себя всю злобу вражеской команды. Подсвечивается АТ-8, но этот британец настолько бронирован, настолько суров, что даже в борт не хочет принимать снаряды от АМХ-12Т, тем более мы на ББшинах. Понятно, там Бред козыряет в этом случае своей броней, хотя, учитывая, что в нашей команде тоже две арты еще есть, он недолго будет пировать. В это время сковорода решает вражеская пролететь по центру, и по-моему, если артоводы сейчас ее не остановят, она доберет, наверное, и АКВ-шку 65-2, которая на базе, а потом и артиллерии перефотографирует наших союзных. Ладно, самое время, по-моему, для маневра. Помните, я когда-то в ролике говорил такую тактику игры на ЛТ, которую используют статисты, рассказывал про нее. То есть они выжидают и не сразу врываются, как это сделал вот колесник наш союзный, просто закричал там слава, не знаю, кому там, слава Франции, и отправился рашить просто на пофиг. По центру карты понятно, что его раздолбали, а одни умные ЛТ-хи и колесники, они врываются, когда уже такой решающий момент боя, и когда на фланге враги немножко подрастерялись. То есть они не то, что прям в начале собраны, сконцентрированы, смотрят по сторонам, когда 15 танков. А вот как мы сейчас заезжаем, 85-й абсолютно не ждет такого подарка, этого же подарка не ждет и 85М. Ну, в общем, мы в итоге легко помогаем своему совзводному и делаем минус два ствола. Что сказать? Ну, это прям нормально, нормально сыграл. Но вся ответственность, вся развязка и красота, конечно же, ребята, впереди. Ребят, пока вы смотрите бой дальше, я напомню вам немножко информации. Во-первых, кто не знает, я создал второй канал по игре GTA 5 RP, роллплей. Три, кто, так сказать, в курсе последних событий Ютуба, знает, что это за игра. Если кому интересно, я уже два видоса выпустил, сегодня вышел второй. Переходите, ссылка есть в закрепленном комментарии. Посмотрите, подпишитесь. Ну, только если интересуетесь вдруг этой игрой. Правда, серьезно. Ну, зайдите, подпишитесь, ребята. Второй канал в закрепленном комментарии. Кто смотрит как-то эту игру? Сейчас же все ее стримят. Давайте, заходите, там интересные видосы будут. И уже есть. Ну, а мы продолжаем. Итак, добрали последнего совзводного. И наш 12Т вынужден сражаться против пятерых. Но три артиллерии совсем не добавляют уверенности, по-моему, в этот бой. А даже, наоборот, отнимают ее. Ну, что ж, давайте посмотрим, что же наш ЛТшник придумает делать с этими коричневыми ребятушками. Аккуратно пытаемся краем подсветить базу. Где-то должен быть АТ-8, которого хотелось бы закрутить. При этом не получив от него плюхи. Это, наверное, сейчас первостепенная задача у 12Т. Но, опять же, я всегда говорю, что если возможность есть, избегайте последних врагов и проезжайте именно к артиллерии. Но только если вы контролируете, чтобы танки, которые не артоводы, ну, ПТ, СТЛТ, ТТ, они не засветили вас в тот момент, когда вы к артиллерии подберетесь. Но, видимо, не все так просто. АТ-8 там ковылял-ковылял и дополз до нашей базы. И нужно опять что-то придумывать, выбирать новую позицию. Потому что эффект неожиданности в такой ситуации может оказать прям решающий фактор. Ну, ладно, давайте посмотрим, что же у 12Тшника в конечном счете получится здесь. Пытаемся высветить издалека одно захватчика, пока не видно. Хотя база уже наполовину практически взята. Еще попробуй потом этого АТ-8 пробей. Не так просто. ПТ-шка крайне бронированная. И у нее три фрага. Там же кто? АТ-8? Да, АТ-8 остался. Пытается высветить с помощью труп. Наверное, правильное решение, но не получается. И опять же, заметьте, позиция выбрана так, чтобы АТ-8 не мог понять, не мог нас отсюда ждать. То есть он ждет нас с центра карты, а мы вот прям сзади. Где он надеется, что все это проверил. А мы тихонечко по краю сюда забрались. Но в итоге до захвата, когда уже оставалось 13 секунд, приходится нашему игроку на 12Т выезжать. Другого варианта нету. ПТ-шка сразу же поворачивается в нашу сторону. Но 2 секунды до захвата. И буквально в последнюю секундочку нам удается сбить все это дело. Ребят, ну согласитесь, это максимальная удача. И теперь фактически финальная схватка будет против трех последних артиллерий. Ну я вам, ребята, скажу, это тоже не так просто. Следующий наш противник это М44, который отстрелялся, похоже, и мы его спокойно должны упаковывать в ангар. Ну вот проблема, ребята. У нас 4 фугаса и 4 ббхи. И это все одно, что может рассчитывать наш 12Т на финал боя. Ну согласитесь, это прям не подарочный запас. И как он с этим всем будет действовать, конечно же, большой вопрос. Но в конце настолько эпичный и ответственный момент будет, что я уверен, что у него там тряслось, тряслись руки, колотилось сердце. Был весь в поту после этого боя. Просто выдохнул, когда это все закончилось. Но выдохнул от огорчения или от радости. Мы с вами еще, конечно же, узнаем. Вот он, еще один вражеский артовод. Остает совсем немного времени до конца, ребят. Предлагаю вам финал посмотреть. Я пока еще несколько, может, минутку заберу вас на информацию. Ну, конечно же, вы пока можете смотреть просто больше. Итак, ребята, хочу вам напомнить, что спонсоры этого видоса у нас ребята с сайта крутого воткит.ком, где прямо сейчас раздают внизу сайта 5000 золота. Для того, чтобы поучаствовать в этой раздаче, перейдите по ссылке, которая находится в закрепленном комментарии. Пролистайте в самый низ сайта воткит.ком и нажмите кнопку участвовать. Все элементарно. Также на сайте воткит обалденные контейнеры с разными призами. В каждом контейнере приз, а каждый шестой бесплатно. Можно и премтанк восьмого уровня, и голды кучу поднять. Призов реально много. И главное, проиграть полностью вообще нельзя. Все. Вся информация, ссылка и мой промокод, который нужно вводить при пополнении счета. Он добавит вам еще крутой подарочек. Есть в закрепленном комментарии. Переходите и, ну как минимум, можно поучаствовать в раздаче 5000 золота. Каждый день она там заново обновляется. Ну и еще, ребят, напоминаю, что у нас продолжается розыгрыш золота в каждом видосе. Для участия подпишитесь на канал. Можно опять 5 или даже 10 тысяч голды выиграть. Поставьте лайк этому ролику. Обязательно включите колокольчик в режим все уведомления. И оставьте позитивные комментарии с вашим игровым ником и айдет вконтакте. Это элементарно. Ну и поддерживайте лайком этого красавчика 1.12Т. 2 секунды спуститься вниз под ролик. Лайчинский влепить. Это важно. Ну и сейчас, ребят, смотрим, что же за заруба нас ждет в конце. Потому что осталось буквально минута 40 секунд. Мы уже не успеваем на захват базы. Снарядов почти нету. И он тратит еще одну пульку на то, чтобы стрельнуть блайдом. У нас 2 фугаса и 1 ББшина. Ради которой нам придется перезаряжать весь барабан. Ребята, ну момент прям решающий. Тем более 22 хп. Арта уже практически добила этого 12Т. И одна сейчас полностью откадешена. И готова заканчивать бой в пользу своей команды. Ну что ж, ребята. И вот он решающий момент. Врывается 12Т на половину карты, где находится артиллерия. Вот она прямо где-то здесь стоит в кустах. Повезло, что мы засветили ее раньше. Первый фугас заходит не очень. А вот второй дает отличную альфу. И у нас, ребята, последняя ББшка. И последняя артиллерия. Реально, последнего врага последним снарядом. Какая же ответственность. В этот момент у него просто все колотится. И у меня тоже, ребята. Ну что же будет? И это победа. Обалдеть. Просто обалдеть какой финал. Обязательно прожимайте лайки этому видосу. А мы сейчас смотрим итоги. Ребята, перед тем, как вы увидите итоги. Я хочу показать еще и статистику этого игрока. Посмотрите, здесь 47%. Абсолютно все красное в ноль. То есть многие бы назвали его оленем. Но какой он сыграл бой. С такой вот краснючей статистикой. Это невероятно. Жмите лайк. Обязательно поддерживайте игрока и наш канал. И вот итоги. Посмотрите, Колобанов и Фадин. Самая главная, редчайшая медаль. Я уже молчу про Пула. Молчу про защитника его. Ну и вот видим, сколько дамага. Сколько фрагов накидал. На этом, ребята, все. Сейчас прямо на экране у вас вверху справа. Появляется еще один очень интересный видос. Где парнишу на ЛТ просто довели до слез. Довели до слез. Обязательно посмотрите вверху справа. Будете очень удивлены, что там произошло. На этом все, ребят. Удачи вам всем танкистам. Увидимся. Главное, не болейте. Берегите себя и своих близких в это время. А мы еще обязательно встретимся очень много раз. Пока-пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.